Итак, для того, чтобы наш бот знал, что ему нужно делать, нам необходимо настроить задание. Задание каждый будет настраивать на свой вкус. Я вам покажу на примере нескольких функций. То есть, наводя мышку на какую-либо функцию, в нижнем левом углу есть более-менее такое понятное описание этой функции. Ну, к примеру, пускай он ходит по страницам пользователей, ставит им лайки, публикует топ-новость на своей стене, принимать заявки у друзей, а можно и оптом в меню функции. Тоже на ваш вкус можете настраивать. Постинг записей в группах давайте включим. Ну и тут еще есть что выбрать. Имейте в виду, что каждая выбранная функция, она прибавляет время на цикл выполняемого задания, исходя из таймингов, которые вы выставляли. Далее. Но, с другой стороны, каждая из этих включенных функций уменьшает количество выдаваемой вам копчи. То есть, чем больше он разнообразных действий делает, тем меньше копчи встречается в работе робота. Далее. Нажимаем. Что нам нужно здесь заполнить? Посмотрите, насколько шикарны настройки таргетинга. Вы можете выбрать Гео. Пожалуйста. Любую страну, которая вас интересует. Список огромен. Я не выбираю, в принципе. Я работаю вот с пустой строчкой. Далее. Пол. Пожалуйста. То есть, если у вас аудитория мужская или женская, вы можете выбрать. Это существенно повысит конверсию вашей рекламы. А также повысит трафик. То есть, бессмысленно постить рецепты салатов, я думаю, в группу по автомобилям. К примеру. То же самое, допустим, постить новые модели телефонов в группу, в которой состоят, условно говоря, доярки. То есть, выбрав максимально свою аудиторию, выбрав, поставив возраст. То есть, опять же, рекламировать хайпы людям, которым не достигли платежеспособного возраста, тоже бессмысленно. Поэтому выбирайте тщательно. Также вы можете пользователей искать не просто в группах каких-то конкретных. Выставляйте все только онлайн. Смысла нет искать тех пользователей, которые не онлайн. Они, может быть, вообще никогда не заходят. Тут есть вариант с телефона или с ПК. То есть, я предпочитаю, допустим, вечером ищу тех, кто с ПК. Днем многие с телефона сидят. Если я выбирал, я пробовал, экспериментировал, выбирал днем по московскому времени с телефона, то очень большая аудитория получалась школьники. То есть, тут надо тоже это все экспериментировать, выставлять, проводить эксперименты. И собственный блэклист, пожалуйста, можете ввести в список аккаунтов, с которыми ваши аккаунты не должны пересекаться. Далее. Группы вы можете искать по словам. Вводите сюда слова. Каждый запрос в новой строке. Условно говоря, бизнес, работа, кулинария. Каждый запрос в новой строке. Либо еще просите с помощью этого же робота на парсите по ключевым словам список групп. Сразу зададите ему задание, чтобы он выбирал с открытыми стенами, с открытыми комментариями. Там все это настраивается. И потом готовый список. Готовый список уже. Вот, допустим, он напарсит. Он его упакует в папку сабот, в папочку результаты. Там это будет конкретно лежать. Вы переименовываете, даете свое название. Каждому списку с парсином копируете. И вставляете вот сюда. ID group. Они как раз уже в нужном виде, в котором этой программе требуется. Нажимаете дальше. Лайкать. Аватар. Лайкать, в принципе, да, хорошо. Но бывают случаи, когда, допустим, вы работаете мужскими аккаунтами, лайкаете аватарки женских аккаунтов. В ответ прилетает сообщение. Уберите лайк, у меня муж ругается. Либо наоборот, соответственно, вы как женскими аккаунтами работаете, ставите лайк мужскому аккаунту. И в ответ от его жены прилетает сообщение. Кто-то такая, давай, до свидания. Да. Поэтому я это не использую. Я использую лайкать посты. Это более нейтральный вариант. Также вы можете делать, если у вас аккаунт не основной ваш, конкретно, с которым вы делаете топ новости и так далее. А если просто работать аккаунт с каким-то минимальным тысячам друзей. Именно для работы, для постинга такой аккаунт заведенный. Можете себе на стену репостить случайные посты со стен этих пользователей. Это привлечет вам дополнительный трафик. Я этого не делаю. Далее. Настройки постинга к себе на стену. Так называемая топ новость. Значит, либо один раз он будет это делать, либо регулярно. Выбираем регулярно. Далее. Либо он будет случайные посты из коллекции сам выбирать из ваших. Либо конкретный какой-то пост. Каждый раз один и тот же. Он из ваших постов будет, допустим, случайно выбирать только те, на котором стоят галочки. Если галочка не стоит, если вы сняли этот пост, в этот раз не будет публиковаться, пока вы галочку снова не поставите. Итак. Задержка минут. Ну, я всегда ставлю 20 минут. И удалять старый пост перед публикацией нового. Что это дает? Ваша стена не замусоривается. Замечу, что удаляет он только те посты, которые сам опубликовал. Если вы в это время, когда он работает, еще зайдете с обычного браузера и опубликуете от себя какой-то пост, этот пост не удалится. И еще замечу, что если вы остановили задание и потом снова включили, то пост, который был до этого опубликован, робот его не удалит. Он так останется на вашей стене висеть. Потому что задание как бы остановлено. Далее. В группы. То же самое. Можете группы искать по ключевым словам. Можете также задать ему спарсенный список. Что он будет публиковать в группы? Либо один конкретный пост, который вам срочно надо проработать, прорекламировать. Либо он будет случайно сам выбирать из вашей коллекции посты рандомно. Также он может постить комментарии. То есть есть группа, у которых посты, стены закрыты от постов, но можно писать комментарии. Вы можете все это сами поэкспериментировать, все это настроить тонко и просто продвигаться с помощью комментариев. Далее. А, бесконечно прокручивать задание. Включите обязательно, чтобы он не остановился, а просто работал, работал, пока вам это не надоест. Все, вот задание готово. Здесь параметры задания, которые мы ему в принципе-то и составили. Обязательно назовите задание, потому что задание у вас станет со временем много, 5-10. И вы просто будете думать, а что же это у меня такое за задание. А тут сразу написано, вот пожалуйста, задание такое. Это, допустим, отрабатываете аудиторию женскую из города Москвы от 20 до 25 лет конкретно этим аккаунтом. Для следующего аккаунта выбираете просто следующее задание, чтобы охватить хорошо аудиторию. Следующий аккаунт будет выполнять задание, допустим, женской аудитории от 25 до 30 лет, тоже из города Москвы, к примеру. И так далее. Функционал просто огромен, друзья, поэтому все нельзя охватить вот в таком вот плане в ролике. Это необходимо вам тоже самому посмотреть, что именно вы будете использовать из этого робота. Далее. Задание вы составили. После этого вы нажимаете кнопку play. Вот эта вот зелененькая точечка посинеет. Вот, к примеру, вот так вот. Все, задание пошло выполняться. Отследить ход выполнения задания вы можете во вкладке log. Вот он пошел, пошел, выставил лайк на стене, а потом проверил группу на возможность публикации. Но, что хорошо, группа уже спарсена, публикация возможна, поэтому он долго не спотыкается. Он ходит только по тем группам, которые с открытыми стенами. Они уже заранее напарсены именно под эту цель. Далее, значит, что вы еще можете делать? Для того, чтобы робот ваш не спотыкался о копчу, копча, когда появляется, вот здесь ежелычок в субботу, начинает моргать. Если вы не занятый человек и целый день сидите за компьютером, просто именно можете ждать, когда эта копча вылезет, конечно, вы можете ее вводить вручную. Но, если вам это не нужно, вы можете поступить проще. Под этим роликом есть ссылка на сервис копчи, которую копчу разгадывают люди за сколько-то копеек. Сидят там целыми сутками, работают. Я пользуюсь этим сервисом. В декабре по незнанию еще закинул туда 100 рублей, они у меня кончились только к началу марта. Вот, имейте в виду, один аккаунт работает, грубо говоря, рубль в день примерно тратится. Если вот так задание выполняет именно разнообразный, не просто постит один и тот же текст по разным группам в промежутком в одну минуту, тогда чуть больше у вас копчей будет вылазить. А если он делает разнообразные действия, то копчи вылазит примерно на рубль в сутки. Если вы работаете через 10 аккаунтов, соответственно, умножайте на количество аккаунтов. Все. Значит, нажимаем на ссылку под этим роликом, переходим на сервис антикопчи, здесь регистрируемся. Если вам в вашем личном кабинете выдадут ключ ваш, ваш ключ, соответственно, вы зайдете в бота, в верхнем правом углу настройки, находите вторая позиция сверху копча, и вот сюда, где у меня написано рукопчаки, вводите сюда свой ключ рукопчи. Все. На этом настройки закончены. Итак, друзья, в принципе, все, что необходимо для минимального понимания работы этого бота, я вам рассказал. Еще я коснусь сейчас раздела функции. Здесь можно очень много еще чего интересного сделать. То есть это больше для массовой работы с аккаунтами. То есть даете всем аккаунтам, у вас, например, есть 100 штук, а есть люди, кто работают из 200 аккаунтов одновременно в этом боте. Вы даете конкретное задание, и вместо того, чтобы там мучиться по каждому аккаунту ходить, вы просто даете ему ссылку, и он ее, этот пост, запись, опубликовывает у всех на стене разом. Например, можете сразу дать ему список сообществ, и все аккаунты, к примеру, подпишутся на какое-то сообщество, на одно или сразу на список. То есть очень удобно для массовой работы с аккаунтами. То же самое можно сделать лайками и репостами, выйти из всех сообществ, добавляться, значит, видите, пригласить друзья, выбранных людей всеми выбранными аккаунтами, перевести всех ваших подписчиков в друзья, удалить собак. Очень много интересных функций. Вот отменить приглашение. Допустим, много у вас исходящих. Вместо того, чтобы сидеть вручную и нажимать отписаться, 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 просто включите эту функцию, и вот этот конкретный аккаунт, который стоит в этом боте в данный момент, он с промежутком, допустим, вы сами выставите, 3-5 секунд, он просто от всех отпишется. Самая интересная здесь функция Parsing Group. Как это использовать? Нажимаете Parsing Group. Тут еще много, есть что, вот посмотрите. Тут достаточно много еще, чем можно поинтересоваться, но это уже вы сами этим займетесь. Продолжаем. Parsing Group, то же самое, по стране, по количеству участников. То есть тут популярность, релевантность, пожалуйста. Тип страницы, паблики, группы, встречи. Минимальное количество участников, ну поставьте тысячу для того, чтобы совсем по мелким группам это не работать. К примеру, максимальное число групп, если он таковых найдет, до тысячи человек, например, у меня стоит. Но, как правило, он парсит 200, 300, иногда бывает и 900 по ключевым равным запросам. Сюда ключевые слова. Все, он их отработает. Имейте в виду, то есть если вы ставите более-менее одинаковые ключевые слова, похожие из одной тематики, смежные, то количество групп будет одно. Если по ключевым словам будет несколько шире уже охват, соответственно, это гораздо увеличит список. То есть если вы ставите сюда бизнес, работа, объявление, реклама, то список групп существенно расширится по сравнению, если вы напишите сюда, допустим, работа, заработок. Далее. Нас интересует не просто список групп, а чтобы там уже сразу были открытые страницы, открытые стены и открытые комментарии. А дальше что-то описать, комментарии или посты, вы сами определитесь. Все это он упакует в эту папку указанную. Пожалуйста, файлик будет лежать там. Вы просто зайдете, переименуете его, чтобы тоже не путать. Вот обратите внимание, слова я не указал, но давайте я укажу слова. Ну, к примеру, салат, например. Условно это вот. Далее. Мы переходим в лог, опускаемся вниз. И вот он пошел искать группы, в которых есть ключевое слово салат. В названии, в описании группы. Вот он пошел искать, сейчас дойдет до какого-то количества, найдет их. И пойдет их все по очереди проверять на открытые стены, открытость комментариев. Видите, я нашел 117 групп. То есть, видимо, узко-тематическая такая ниша салат. Вот он пошел. Так, 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 так. Найдены группы 139, 155. А он еще одновременно выполняет похожие задания у меня. Да, конечно, он у меня еще и работает по моим задачам. Все понятно. В общем, друзья, я надеюсь, я все понятно объяснил. Переходите по ссылке под этим роликом, регистрируйтесь. Если у вас возникнут какие-то вопросы, то тем, кто зарегистрировался по моей ссылке, и оказываю консультации, насколько я смогу это сделать. Всем больших профитов, всем хороших чеков, удачной работы и до следующих встреч.